Сезон уже в разгаре, а некоторые экскурсионные объекты еще не готовы. В знаменитых на весь мир чайных домиках, в которых бывали и многие звезды и политики, почему-то только планируют провести уборку территории. Сам директор объекта прекрасно понимает, что ветхие сараи и деревянные туалеты на подъезде нужно снести. Но объяснить, почему до сих пор этого не сделано, комиссии не смог. Анатолий Пахомов подчеркнул, городские власти проделали огромную работу к предстоящему сезону, в том числе и по привлечению туристов. И теперь собственники и арендаторы объектов, кто непосредственно получает прибыль от посещения объектов показа, в первую очередь должны быть заинтересованы в том, чтобы дороги, ведущие к достопримечательностям, были в хорошем состоянии. Во главу угла нужно ставить не только желание заработать, но и удобство туристов и, наконец, имидж курорта. Дороги подъездные. Вот тогда мы их подремонтировали и все. Вот здесь мы бесплатно делали ремонт. Ваша дорога, заасфальтируйте ее. Тогда сделали, ну что повыбивалось. Абсолютно иная картина на другом объекте туристического показа – ресторане «Горный Эдем». Вокруг тоже чайная плантация, но дорога отремонтирована, заборы покрашены, территория убрана, цветы высажены. Видно, что здесь нетерпением ждут гостей. И это при том, что содержит всю эту красоту одна семья. Шикарнее место, шикарнее, красивее место для картинки нет. Это вы сделали, молодцы. И, конечно, сюда с гордостью можно возить. Но они приходят из-за границы, приезжают к нам очень много людей. Почти не было нареканий у комиссии к обустройству территории возле объекта 33 водопада. Пока здесь немного туристов, но уже к концу июля на площадке выстроятся вереницы из автобусов с туристами. На самом объекте в основном работают жители соседнего адыгского села. По словам мэра, нужно добавить в оформление больше народного колорита и орнаментов, каких-то предметов быта или, например, предлагать отведать традиционные адыгские блюда. Мы хотели бы акцентировать внимание на то, что вся инфраструктура, которая здесь издается, она должна только дополнять то, что создано природой. Поэтому, конечно, это использование натуральных природных материалов. Это дерево, это камень, это национальный колорит. Лазаревский район одним из первых принимает поток туристов летом. Здесь традиционно масса отдыхающих. В этом районе много санаториев и пансионатов, да и частных гостиниц. Этот сезон, судя по броне, для района уже успешен. Я считаю, что лазаревский сезон всегда отличался именно большим количеством гостей. И в этом году их будет еще больше. В преддверии нынешнего сезона проделана немалая работа. В целом, большинство объектов хорошо подготовились к приему гостей. В первую очередь было уделено внимание дорогам, ведущим к рекреационным объектам. Все нарекания, которые прозвучали во время объезда, должны быть устранены уже к концу этой недели, поручил мэр. К слову, по данным исследований, Сочи сегодня один из самых популярных среди россиян туристических направлений. Интерес к курорту растет и среди иностранцев. Все они – основные инвесторы города Сочи. И от их впечатлений, а также предоставленного курортом сервиса, во многом зависит успех летнего сезона. Галина Моисеева, Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.